Сегодня мы посмотрим с вами, как можно одну переменную выразить через другую. Итак, первый пример. x минус y равняется 2. Мы запишем это два раза. Для чего мы это запишем? Мы посмотрим, как выразить x и как выразить y. Итак, из первого мы выразим x. x как стоял, так он и стоит. Ставим равно. После равно стоит у нас с вами двойка. Она как стояла, так и стоит. А y перейдет в другую сторону со знаком плюс. Плюс y. Это наиболее легкий случай. Когда вы в системах выражаете, конечно, надо выбирать то, что легче. Но если вы, скажем, хотите выразить минус y, Тогда минус y как стоял, так и стоит. Ставим равно. Двойка как стояла, так и стоит. А x перейдет в другую сторону со знаком минус. Минус x. Поменяли знаки на противоположные. y равняется. Был минус y, стал y. Было 2, станет минус 2. Был минус x, станет плюс x. Ну и для того, чтобы было удобнее подставлять, вы перепишите y равняется x минус 2. Рассмотрим более сложный пример. Минус 2x плюс y равняется 5. Когда вы видите такую вещь в системах, вы сразу смотрите, что легче выразить. А легче выразить y. y равняется, он как стоял, так и стоит. Пятерка как стояла, так и стоит. А минус 2x перейдет в противоположную сторону со знаком плюс. Плюс 2x. Значит, все мы выразили. Предположим, мы возьмем это же уравнение. Минус 2x плюс y равно 5. И мы захотим выразить x. Значит, посмотрим, что мы можем с вами сделать. Минус 2x мы переписываем. Ставим равно. Пятерка после равно как стояла, так и переписывается. А y переносится в противоположную сторону со знаком минус. минус y. Меняем знаки на противоположные. Было минус 2x, станет 2x. Ставим равно. Было 5, станет минус 5. Был минус y, станет плюс y. Пока мы ничего не делаем, не переставляем. Теперь у нас есть еще двойка коэффициент. x равняется. Мы делим все слагаемые на 2. Значит, минус 5 поделить на 2. Это минус 2,5. И y поделить на 2 невозможно. Поэтому так и пишем. y в числителе, 2 в знаменателе. y деленное на 2. Можно записать вместо y деленное на 2 1 2 y. Почему? Потому что коэффициент перед y единица. То есть мы получаем в красивом виде 1 2 y минус 2,5. Ну и наконец, мы рассмотрим более сложный вариант примеров. Давайте посмотрим со страшными коэффициентами. Минус 3x, минус 8y и равняется 8. Ну, первое, что вы делаете, вне зависимости от того, что выражать. Мы виняете все знаки на противоположные. 3x плюс 8y равняется, было плюс 8, станет минус 8. И затем, скажем, мы хотим выразить 3x. 3x равняется, что стояло, то и стоит. То есть минус 8. Было плюс 8y, в противоположную сторону пойдет со знаком минус. Минус 8y. И у нас коэффициент 3. Значит, мы ставим дробную черту. Все, что стояло после равно, мы пишем числитель. Минус 8, минус 8y. А в знаменатель пишем 3. Вот таким образом мы выразили наш x. Если нам надо выразить y. Что у нас стоит? У нас стоит с вами 8y. Ставим равно. После равно у нас минус 8. И переносим 3x в другую сторону со знаком минус. Минус 3x. Коэффициент у нас 8. Поэтому мы ставим дробную черту. В числитель пойдет минус 8, минус 3x. А в знаменатель пойдет 8. Продолжение следует... Продолжение следует.